Всем привет, с вами Prea. Компания Blizzard дала просто мощнейший анонс касательно переноса, даты выхода, дополнения Shadowlands. И мы сейчас абсолютно всё рассмотрим. Ну и конечно, это минус, если так рассмотреть, но во всём этом обсуждении, во всём предложенном тексте есть и интересный плюс. Многие люди долго этого ждали, многие люди долго этого хотели и всё такое прочее. Окей, давайте мы сначала перейдём к одному источнику с целью просмотра информации, а потом перейдём ко второму. Значит, что у нас получается? Первый источник, в котором дали анонс, по-моему, даже раньше, чем на официальном сайте появилась статейка, это Instagram Warcraft. Что тут написано? Написана абсолютно вся та же информация, которая и на официальном сайте выгружена. Но в чём плюс? На официальном сайте, без знания английского, мы можем просто взять, нажать кнопочку, перевести на русский и абсолютно всё прочитать. И примерно хотя бы быть в курсе того, что происходит и из-за чего вызван перенос даты выхода дополнения Shadowlands. Окей, поехали. Значит, это официальный текст, реально официальный, без шуток сейчас, который адресован сообществу World of Warcraft. Мне, вам, абсолютно всем. От Джона Хайта. Это исполнительный продюсер World of Warcraft. Что он нам говорит, что он нам хочет, собственно, рассказать всё описано в письме? Быстренько прочитаю, чтобы вам не читать. Вдруг кто-то читать не умеет и всё такое прочее, да. Я хотел сообщить вам, что мы откладываем выпуск Shadowlands на конец этого года. Хотя мы всё ещё находимся в процессе определения правильного даты для запуска, мы чувствовали, что важно сообщить вам об этом изменении. В планах как можно скорее. Это было невероятно трудным решением для команды, поскольку мы также стремимся получить дополнение в ваши руки, как и вы. Окей, чтобы сыграть в него. Но в конечном итоге мы считаем, что это правильное решение для игры и наших игроков. Но имеется в виду решение касательно того, чтобы Shadowlands вышел попозже. За последние несколько месяцев тестирования мы добились значительного прогресса в улучшении и совершенствовании основных функций игрового процесса Shadowlands. Мы находимся в точке, где зоны, кампания, опыт прохождения квестов и история, которую мы должны рассказать, по существу готовы поделиться. Что? Окей, гугл-переводчик. Мы обеспокоены ковенантами, лежащими в основе дополнения. И было очень приятно видеть, как Таргас превратился в забавный новый вид в World of Warcraft в немалой степени благодаря вашему вкладу. Ой, спасибо. Однако, когда все стало складываться вместе, и мы прислушались к вашим отзывам и опирались на них, стало ясно, что нам нужно больше времени для дополнительной полировки. А также для уравновешивания и повторения некоторых взаимосвязанных частей. Особенно тех, которые связаны с финалом. А в оригинале какое там слово написано? Эндгейм. Ну, то есть с этапом финальной игры, имеется в виду. Шэдоу Лэнс это одно из самых сложных дополнений, которые мы когда-либо создавали. И хотя мы добились большого прогресса, задача настройки эндгейма усложнялась тем, что команде приходилось работать из дома. Весомая причина. Близзард стремится к качеству. Мы верим, что Шэдоу Лэнс будет чем-то особенным. Мы слышали от многих из вас, кто чувствует то же самое. Нам нужно это дополнительное время, чтобы убедиться, что Шэдоу Лэнс полностью раскроет свой потенциал. Хотя у меня был сон с четверга на пятницу. Это было еще на прошлую неделю. Я видел какой-то интересный документ, в котором в электронном формате было написано Шэдоу Лэнс при патч лаунч двоеточие 13 ОКТ. Ну, по-английски октября, да, сокращение у них такое. А пока что мы рады сообщить, что с 13 октября, это в американском регионе, с 14 в европейском, то есть у нас, мы выпустим предварительный патч Шэдоу Лэнс, который закладывает большую основу для расширения, дополнения и включает в себя обновленное повышение уровня персонажей, опыт новых игроков. Что? А, это новый остров для новичков. Вот. Экзайл Рич называется. И множество новых опций настройки персонажа. Там изменение оттенка цвета кожи, там различные интересные другие вещицы касательно изменения персонажа. В общем, интересные моменты есть. И как только мы приблизимся к выпуску Шэдоу Лэнс, вам будет предложено защитить Азерот от возрождения плети во время нашего предвыпускного мероприятия. Ну, имеется в виду, то есть в момент выхода дополнения. Google Переводчик радует, но, по крайней мере, мы поняли абсолютно всю основную причину, почему дополнение Шэдоу Лэнс выйдет позже, чем хотелось. Дата Шэдоу Лэнс была назначена на 27 октября. Касательно новой даты, ну, что можно сказать? Наверное, это будет конец ноября, потому что припатч не будет стоять очень долго. Максимум для припатча это полтора, ну, край прям два месяца. Ну, то есть конец ноября, середина декабря, это уже стопроцентно будет старт Шэдоу Лэнса. Интересно довольно-таки. Посмотрим, что дальше произойдет. И дальше будут анонсы. И, кстати, с официального сайта, на котором я сейчас нахожусь, убрали счетчик. То есть имеется в виду, когда выйдет дополнение, а счета больше нет. Грустненько? Грустненько. Ну, как говорится, отправимся в темные земли чуточку попозже. А что делать? Терпим. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.